С момента покушения на черного банкира Германа Горбунцова прошло уже 4 года. Молдавские правоохранители так и не попытались допросить подозреваемого по этому делу Виталия Проку, хотя тот находится в тюрьме всего в 200 километрах от Кишинева. Вместо этого в Молдове заводятся уголовные дела на основании фильмов, а все это дело, которому не видно конца, существует только в виртуальном пространстве. Понятно, что процесс затягивается с одной целью – не допустить возвращения в страну Рината Усатова. Румыния находится не так далеко, 200 километров от Кишинева. Прошло с момента покушения на Горбунцова уже сколько? 4 года. Он в фильме там говорит, что он понял, что это с Молдовы покушение, когда в него втыкались пули. Это просто смешно. До сих пор предлагаю журналистам обратиться к прокуратуре. Бусуйку, Боколыму. Обратиться и поинтересоваться. На данный момент что-то сделано было в рамках этого дела? Кого-то допросили? Или все это происходит в медиапространстве, в виде фильмов, интервью каких-то кто-то берет? Почему до сих пор не пошли, не поехали в Румынию, не допросили прокурата по этому факту? Один говорит одно, а другое – другое. Кого-то куда-то приплетают. Пойдите к прокуратуру и узнаете у него. Идут и требуют документы. Пойдите и спросите, кто заказал, кто что хочет от него. Где правда вообще? Никто никуда не поехал до сих пор и не собирается, поверьте. И никто никуда не поедет. Не хотите ехать, сделайте запрос через нашу систему правоохранительных органов Румынии. Отдельное поручение, как полагается. Поставьте вопросы. Румынии допросят проку и вам дадут протокол его допроса. Никто не хочет этого видеть. Никто не хочет слышать его. Зачем его используют и втягивают эту семью в какие-то политические игры? Именно на Усатого требовали дать показания от Виталия Проки, представителей теневых структур Владимира Плохотнюка, отправив в Румынию уже ставшего скандальным адвоката Раду Чижиченко в обмен на прекращение преследования семьи Проки. Чижиченко также требовал от Проки расписку, в которой тот бы свидетельствовал, что к покушению на Горбунцова не имеет отношения Владимир Плохотнюк. Венера Гаспарян, чей сын Давид Давитян был оклеветан и стал заложником молдавской карательной системы, рассказала, что Румыния предоставила ей по запросу распечатку поименного графика визитов к Виталию Проки. В списке нет молдавских следователей и прокуроров, которым неинтересны реальные показания Проки. Зато есть Чижиченко, которого отправили шантажировать заключенного. Когда меня по Публика ТВ объявили аферисткой и мою дочку аферисткой, когда я про Раду Чижиченко сказала, что он был в Виталий Прока в тюрьме, мне сказали, она мамы и дочка аферистки, обманывает мнение по обществу меняют. Смотрите, запрос тюрьмы, пока я не покажу. Показать? Ну, чтобы... Вот, посмотрите. Раду Чижиченко запрос тюрьмы. Пошел к Виталию Прока в тюрьму и назвал себя двойродным братом. Что он искал там? Зачем он пошел туда? Зачем вы все организуете, потом семья, когда защищается, называть аферистами и с чем, кем хотите? У нас достоверные факты. Много еще фактов новых есть, которые у нас требовали, не покажу пока что. Требовали замену освободить моего сына. Шашлыки приготовьте, сына освободим. И мы идем в суд на следующий день. 45-40 пантеровцев моего сына приводят. Приводят, как всех преступников так не приводят, как и сына моего привели. Венера Гаспаряна опасается за будущее своего сына Давида Давитяна. После того, как наемные медиакиллеры Плохотнюка выпустили новый фильм, в котором Давида называют посредником между Прокой и Ринато Усатым на том основании данных о его полете в 2013 году. Вместе с тем, именно эти данные свидетельствуют, что в Москву тогда летал Давид Давитян 2010 года рождения, сын Виталия Проки, а не Венеры Гаспарян. Явная фальсификация, характеризующая качество обвинений и их политический характер. Давидик родился в 2010 году, 1 января. Два года, 17 дней ребенку было. Два года. Кстати, Давидик родился первый мальчик в Молдове. И все эти каналы показали Давидика, как первый мальчик в Молдове родился в 2013 году. Двухлетнего мальчика путают, однофамильцы, за то, что они одно имя и фамилию носят, путают двадцати восьмилетним мальчикам, парням, не просто так, потому что документы путали, в уголовном, особым опасном деле. Вы понимаете, что за это они уже казара себе создали? Ага, а кто не заметит? А вдруг не заметит? А вдруг не заметит? По мнению Александра Батнарюк, адвоката семьи Гаспарян, подмена произведена намеренно, чтобы искусственно связать Ринату Лсатова с Виталием Прокой и продолжить преследование оппозиционного политика. В интернете можно посмотреть интервью, у него брали журналисты по телефону. Он говорил о том, что у нас железные доказательства, что мы просто так людей не закрываем. Естественно, есть факты, и в ближайшее время вы все узнаете, дело пойдет в суд и так далее. До сих пор дело никуда не пошло. Ни в какой суд. И Давиду Давитян не вменяется это преступление. Дело выделено в отдельное производство и поставлено в долгий ящик. И это понятно, для чего делается. Все эти люди, которых арестовали тогда, Давид Давитян, его сестра Татьевик Давитян, Малычук, еще кто там, Нелу, как его фамилия? Не знаю его фамилия. Всех арестовали для того, чтобы сделать связку между Прокой и Ринато Усатым. Какое отношение имеет Давид Давитян к этому всему вопросу? Сейчас опять же появляется вот этот фильм. Естественно, здесь сомнений нет о том, что это умышленно, ложно дана была информация, чтобы сделать эту связку, который не существует. Отметим, что сам Ринато Усатый, в отличие от так называемых правоохранительных органов Молдовы, нашел способ получить показания Виталия Проки. С ведома румынского следствия ввелась запись его телефонных переговоров с кишиневскими родственниками, которым Прока четко дает понять, что покушение на Германа Горбунцова заказал Владимир Плохотнюк. Я это знаю, давай это не по телефону. Дай тебе кое-что скажу. Чтобы вы помнили, я и маме сегодня сказала, я тебе говорю. Этот плачетный он, бля, по локоть крови, чтобы вы знали. И если я даю эту бумагу, нахуй, я подтверждаю ихние, блядь, понимаешь? Это последние козыри из руки даю, они потом будут резать влево и вправо и делать все, что они хотят. Этот Раду, когда был здесь, он мне сказал белое по черному, еду в Молдову, всех освобождаем, все закрываем, все возвращаем обратно, все нормально. Что, он что-то сделал, я че. Я понимаю, Виталик, ну ты понимаешь, что тут уже выбор стоит, или они, или вот так. Понимаешь, если они подведут, то ты уже будешь делать все, что надо. Ну пусть они выйдут, понимаешь? Тут просто, ну пиздец, бля, я не знаю. Я сама, я схожу тоже с ума, малый болеет, мама не может, мне никто не помогает, я тоже одна осталась, понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...